Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для PaintFriend. Для этого переходим на мой личный сайт, так же ссылка на него как всегда будет в описании. Перед началом, если у вас нет никакого чита, заходим во вкладку Exploits и скачиваем чит от Fluxus. На данный момент работает только он из всех читов, которые находятся на сайте. Также как скачать его и получить на него ключ, я оставлю видео в подсказках. Можете посмотреть, я думаю когда посмотрите поймете, там в принципе сложного ничего нет. Далее после того как скачали чит в поиске, пишем нужный нам режим, нажимаем поиск. И на данный режим есть только один сейчас скрипт, потому что он новый, буквально недавно вышел и на него только один скрипт успели создать. Значит чтобы его получить, нажимаем кнопочку скачать, далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите здесь ее очень просто и легко. Мы его копируем, заходим в игру, открываем чит, в чит вставляем скрипт, нажимаем кнопочку ввести, то есть inject и ждем пока заинжектимся. Так все, inject вроде бы как прошел. Когда надпись вот эта пропадает, inject Flux, то скорее всего у вас получилось заинжектиться. Дальше все что остается, это нажать на кнопочку запустить. Нажимаем и смотрим. Да, все работает, отлично. Вот такой скрипт на этот режим. В принципе довольно многофункциональный. Давайте проверять. Первая функция это автотрейн. Включаем и смотрим что происходит. Значит смотрите, эта функция автоматически тренирует, как сказать, короче вы получается тренируетесь рисовать. Вот как видите это вот здесь на вот этом палете происходит. Не знаю как это по-другому называется. Вот типа вы рисуете, получаете за это кисточки. Вот, дальше. Следующая функция это автореберст. У меня как раз на него хватает, можно его сделать. Давайте посмотрим. Да, все получилось, отлично. Сделал реберст. Так, пока что давайте эту функцию опять включим. Идем дальше. Это автопейнт. То есть это автоматически разукрашивать вот этих ботов, которые стоят на карте. Я сейчас нахожусь на первой зоне. Мы ее выбираем. И включаем автопейнт. И смотрим что происходит. И как видите скрипт автоматически за меня разукрашивает, либо раскрашивает этих ботов. И они пропадают. И смотрите, когда они все пропадут, по идее вам должна начислиться одна победа. Вроде бы как это так работает. Так, остался один бот. Сколько у него там хп, давайте посмотрим. Так, а почему-то он его не хочет закрашивать, да? Ну давайте поможем. Все, отлично. Мы всех ботов вынесли. Дальше идем сюда. И получаем одну победу. Хотя, по идее, победы должны вроде бы как автоматически начисляться, но почему-то не хотят. Странно. Немножко скрипт, как я понимаю, все-таки криво работает, скорее всего. Потому что он... А, нет, не оставил. Я думал, оставит одного бота. Ну ладно. Ну короче, победа получается. Вам самим, скорее всего, собирать нужно будет. Это, конечно же, печально. Так, ладно, давайте эту функцию выключим. И автотрейн тоже выключим. И последняя оставшаяся функция это автохэтч. Значит... А, стоп. Меня сейчас тп хнуло на победу. Эм... Только почему-то не начислилось. Ладно. Короче, криво это почему-то работает. Фиг с ним. Самое главное то, что работает. Давайте попробуем проверить автооткрытие. Давайте выберем яйцо за 15 побед. Почему бы и нет. Можем себе позволить. И включаем AutoOpenX. И смотрим, что происходит. И, как видите, автоматически за меня открывается это яйцо за 15 побед. Отлично. То есть я могу находиться в любом месте, на любом расстоянии. И автооткрытие будет работать. Сдалека. Это четко. Дальше одеть самых лучших, в принципе, не нужная функция. И крафт ал. Но скрафтить я сейчас не смогу, наверное. Давайте включим. Да, скрафтить у меня сейчас не получится. Потому что мне не хватает питомцев. В целом, вот такой прикольный скрипт я сегодня для вас нашел. Кому вам понравилось, можете поставить лайк. Подписаться на канал. А также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами был Айзбан. Всем удачи. И пока.